Всем доброго времени суток! С вами канал Аркмания. И сегодня мы с вами будем готовить цукаты из грейпфрукта. У меня вот такой грейпфрукт. На самом деле я его уже отмочила двое суток. Как я отмочила, будет сейчас дальше там. Вы увидите. Вот они отмочены. Отмочены для того, чтобы горечь вся ушла. Они отмачиваются в холодной воде уже. Вот они. Их можно уже отжимать. Они уже готовы. Можно кусочек попробовать. Горький или нет. Также мы сейчас будем их немножечко отбирать. Потому что тут вот есть такие маленькие козявочки. Вот. Которые в принципе они нам будут не нужны. Вот. Сейчас я покажу, как мы будем все это делать. Вот. У меня довольно много их уже накопилось за всю мою диету. Также я уже готовила их. Они очень вкусные. Очень нравятся моему мужу. Вот. И давайте приступим. Добро пожаловать на мою шикарную кухню. Вот. Сейчас мы с вами будем их замачивать. Вот она. В принципе холодная вода. Ее будет столько достаточно. Сверху мы положим тарелочки наши. Вот так мы положим тарелочку. И сверху еще одну. Сейчас мы их зальем водичкой. Вот так вот. Примерно это будет. Вот так это выглядит. И так вот мы таким образом оставляем их на двое суток. Вот. Ну естественно спустя сутки надо водичку сменить. Потому что она становится горькой. И чтобы они еще вдобавок не протухли у вас. Особенно летом. Ну и зимой конечно тоже. Потому что может появиться характерный запах. Вот. Вот эту кастрюлю чтобы она не мешала. Мы ее сейчас переставим. Вернее я сама переставлю. Сама знаю. Вот. И ждем. Вот так мы отмачиваем наши корочки грейпфрукта. Тут тоже вот вода. И здесь вода. Чтобы их придавить как-то. Чтобы они все оказались в воде. Они отмачиваются уже двое суток. Вот я уже сливала водичку. Холодную наливала свежую. И сейчас мы с вами их будем заставать. Так. Вот наши цукаты. Пристоявшие уже. Двое суток. Это мы все выливаем. Выливаем. Вот они. Еще пока не цукаты нет. Еще пока корочки грейпфрукта. Вот они такие уже стали. Намокшие. Замачиваем их двое суток. Для того, чтобы из них ушла горечь. Вот. Немножко их вот так вот. И все это сейчас будем сливать. Здесь у меня раковина. Все воду мы сливаем. Надо было вас с другой стороны поставить. Но я думаю, было видно. Все это мы слили. И сейчас я расскажу, что будем делать дальше. Ну вот наши грейпфрукты. Это, конечно, не все. Здесь есть козявочки. Такие вот. Мы их сейчас с вами будем убирать. Ну, которые вот сами отлазают. Обослаиваются. Мы их убираем. Так, сейчас я еще одну тарелочку возьму. Туда мы будем их складывать. Вот они. Вот она, в принципе, оттирается. Мы ее отдираем. Вот перед тем, как начать отзирать уже козявки, когда они у вас уже простояли. Двое суток, например. Попробуйте вот тут оторвить маленький кусочек. Не горькие ли они. Потому что если они горькие, то, может быть, они еще постояли мало. Еще немножечко, чтобы они постояли. Обязательно попробуйте. Потому что если вы сделаете их горькими, потом вы их потратите кучу времени и не сможете в итоге их есть. Их можно также, кстати, отжать. Я, наверное, не буду отжимать это. Ну вот, мы с вами добрали. Столько у нас получилось козявочек наших. Они, знаете, еще немножко похожи на перышки какие-то. Вот, их мы выкидываем. Конечно, если кто-то хочет, может, наверное, их поджарить вместе с сахаром. Может быть, это будет вкусно. Не знаю, я выкину, скорее всего. Тратить время еще и на эти перышки не хочется. Так, ну вот, продолжаем делать наши цукаты. Целая тарелка здесь. Также нам понадобится досочка. Ножичек наш любимый. Ну, вернее, ваш. Так, и 300 грамм сахара. И 200 миллилитров воды. Мы добавим в кастрюльку. Вот такая она кастрюлька. Обязательно должна быть с толстым дном. У нее оно толстое. Кастрюльку мы туда высыпаем сахар. Вот. И наливаем воды. 200 миллилитров. Почему? Потому что они очень сочные. Они полежали в воде. Они мокрые. И воды станет больше. И будет как раз нормально. И вот у нас получается 200 миллилитров. Сюда отправляем. И поставим ее сейчас на огонь. Чтобы немножечко сахар растворился. Вот там получилось вот так вот. Так, тут я буду помешивать. И параллельно. Тут я буду параллельно сейчас резать. Так, как мы режем нашу корочку помыло. Смотрите, можно резать ее вот так. То есть, они будут длинные. Можно резать вот так. Их будет много, но они будут коротенькие. Да, я начну, наверное, вот так резать. Делаем их не сильно тонкими. То есть, ну, где-то вот так вот. Вот она вот такая. Потоньше даже можно. Так, ну вот я нарезала. Одну часть я оставлю. Решила сделать две части, потому что в мою кастрюльку все не помещаются. Вот, сначала сейчас сделаю одну часть, потом сделаю вторую часть. И давайте перейдем к кастрюльке. И сейчас будем мы все это варить вместе с сахаром. И все это варим. Вот он. Там вода эта. Сейчас вместе с варкой как раз начнет вся вода уходить. Вот, уже вода становится побольше. Мы их перемешиваем. Вот, уже вода. можно было даже чуть поменьше чуть-чуть добавить посмотрите вот уже покрылась водой представляете сколько там воды было сахара конечно я клала на всех вот мы варили ее я уже не плыл лопаткой жидкости там почти не осталось теперь мы в этой же кастрюльке будем поджаривать немножечко ее немножечко пережариваем ее подсушиваем можно в принципе выключить раньше у вас останется сироп грейкфруктовый его можно потом использовать например блинчики им полить там что-то такое вторую часть я могу сказать так и сделаю сделаю две разные части и потом сравню какая лучше сравним вместе с вами будем пробовать все это обязательно поскольку кастрюлька с толстым дном конечно это гораздо удобнее можно тут и поджарить ничего не будет ничего не пригорит поэтому я люблю всегда мне делаю варенье ну когда мне надо сделать мало конечно если у меня там килограмма четыре допустим малины для вишни то у меня есть большой таз малированный специальный тогда в нем просто он уже займет много места так ну вот принципе все они остынут я в принципе начну сейчас перекладывать на пергамент на бумагу бумагу на противень кладем и они будут у нас подсыхать и потом мы и будем сахаром посыпать сахаром кто-то пудрой того что есть так ну вот наши цукаты остыли покажу вот кастрюлька и довольно мало кстати столов и теперь мы их выкладываем противень застелили бумагой короче у меня у камеры села батарейка не знаю что конкретно вас там записалось хорошо и уровень посмотрел короче уже посыпала сахаром и сыпем еще дальше теперь мы сейчас с вами будем делать вторую часть также наливаем я не буду даже наверное мыс кастрюльку вот она у нас стоит туда также добавляем воды и сахар корочки они дадут также жидкость как прошлое и и и станет довольно много сейчас ее не видно пока так ну вот они у нас принципе готовы говорились уже сварились выключаем чуть-чуть им даем остыть что помогли оттуда руками брать и сейчас будем их перекладывать с вами они остыли их еще чуть-чуть подогрела потому что он куда-то девается этот сироп наш причем это на бумага тут я насыпала сахар немножко он с кофе вот мы будем макать в сахар и класть попробуем по-другому как в твиксе одну палочку они там обмакивают другую палочку поливают сверху мы также попробуем так так расцелаем бумагу и вот они мы их сюда видно вам видно видно и мы вот так вот их обмакиваем вот они и кладем так сейчас вот эти цукаты. Заделываю свои. Такие вот они варёные у меня. Вот это мы поджаривала немножечко. А вот тут варёные. Решила два вида сделать разных. Потом посмотрим, какой вкуснее. Я те решила обмакнуть в сахаре, а те посыпала сахаром. Как твикс. Левая и правая палочка. Так, мы с вами продолжаем. Вот такой у меня уже сахар стал. Уже мокрый. Наверное, остатки я, наверное, просто посыплю сахаром. Вот так же вот сделаю. Потому что снова сыпать сахар, он уже вот какой стал. Просто выложу их вот тут. Вот у нас получился вот такой вот остатки сиропа. Грейпфруктового. Его я сейчас закрою, наверное, уберу в холодильник или куда-нибудь. И потом, когда я буду что-нибудь, кашку какую-нибудь кушать, или блинчики, не знаю, что-нибудь, его просто добавлю и попробую, вкусно будет или нет. И в комментариях вам напишу. В принципе, сиропы же делают, продают. Какие там, кленовый сироп, вот я видела. Поливают их там то ли на мясо, там, то ли еще куда-то. Клубничный, малиновый, по-моему, тоже сиропы. Вот этот точно такой же, куда-нибудь его добавить. Сейчас мы с вами их посыпем. Ну и все. Вот они у нас готовы. Теперь мы их оставляем сохнуть. И когда они немножечко подсохнут, мы с вами их будем пробовать. Вот и с этой стороны тоже. Они уже немножко подсохли. Остались вот тут. Вот эти они вообще как мармеладки. В принципе, их можно будет потом покрошить поменьше, немножко сделать. И добавлять в кашу. Вот кто привык, кашу вот с цукатами там есть. Не знаю, в блинчики, может быть, добавлять. Не знаю, мы просто так грызем их, просто берем, вот как сладость, хочется. Раз, погрызли, и все. В принципе, кстати, если для кого-то кто-то сахар не ест, их можно в меде помазать медом. Не знаю, сделать как-то в виде, может быть, казинака, например. Или чак-чака там, как-нибудь все это горкой. Не знаю, у кого какая фантазия. Как вы придумываете, так и будет. Вот. Ну, ждем, пока высохнут. Я думаю, они где-то часов 8-9, наверное, будут сохнуть. Ведь вот, в принципе, уже такие подсохли, уже прошло как раз часа 2-3. Ну вот, наши цукаты готовы. А сейчас я буду проверять зубочисткой. Тут уже он пожестче, он прям жесткий. а вот здесь вот они мягкие. Прям вот они, мягкие остались. Они вот эти вот похожи как на мармелад, который вот как раз вот вареный. Посыпала их, кстати, сахаром. На них не особо видно сахар. Они прям протыкаются вот хорошо. А вот это вот у нас сложнее, не так. Они даже тоньше кажутся. Хотя они все друг с дружкой гораздо сложнее протыкаются. Тут тоже вот. Здесь тоже немножко посложнее. Тут прям налипшие много у нас сахара. Да, вот эти вот очень похожи на вид. Они похожи на мармелад. Сейчас я уберу какую-нибудь. Вот она, смотрите, какая. Она как вареная, да, просто как вареная в сиропе получилась. На ней есть сахар, но он убежал немножечко. В принципе, можно будет потом помакать. И сейчас я ее попробую. Да, она мягкая. нежненькая. Немножечко, так знаете, капельку совсем горчит. Но эта горчинка даже, знаете, так приятно, как горький шоколад. Это вот тоже. Ну, если сахаром посыпать, будет лучше. Давайте тут попробуем. Кстати, мы с вами прям облепляли сахарик. они даже не видно, что там, какая она. Наверное, она будет хрустящая. Очень вкусная. такая, знаете, сахар вокруг, а внутри мармелад как будто. И сверху она такая жесткая, хрустящая, а внутри сладенькая такая, хорошенькая. Горчиночка такая, чуть-чуть совсем капельку. Вот в этот я пробовала, чуть сильнее было, потому что не было сахара. А вот здесь прям капелька, капелька. В принципе, можно обваливать их в сахаре. Так будет вкуснее. Единственное, конечно, хранить их тогда не в мешке, а в каком-то контейнере. Аккуратно, друг на дружку. Там сложно или лучше вот так. Нет, я думаю, сейчас уже их можно перекладывать в контейнер, потому что я не хочу, чтобы они были прям совсем сухие-сухие. Здесь вот сейчас будем пробовать. Очень вкусные. Вот эти прям вообще обалденные просто. Но это было остальное, вот эти тоже так же домокать всё-таки в сахаре. Потому что просто они просто бесподобные. И тут прям такой хрустящий сахар. И его немного я просто ещё не домокала, потому что боюсь, что будет притерно-сладкий. Я не люблю, когда притерно-сладкий. Он тут просто бесподобный. Хочется и есть, и есть, и есть. И посмотрим с вами вот этим. Так. Какой-нибудь я сейчас выберу, чтобы он в сахаре был. Вот это выберу. Он немножко жестковатый, гораздо пожёстче. Тоненький. Кажется, что это вообще совсем другой. Как будто там прям счищали его. Вот. Но я знаю, что если их дальше сушить, их можно высушить вообще полностью сухими. Это не настолько будет вкусно. Я, когда самый-самый первый раз готовила, лет 8 назад я как раз вот пересушила. И они у нас потом в тарелке очень долго лежали засохшие с сахаром. Их уже никто есть не хотел. Я не помню, по-моему, с рудом каким-то их просто доели. Тоже вкусные. Они немножечко пожёстче. Горчинка тоже есть. Она, видимо, всё равно останется. Но она не мешает. Как-то немножко горчинка и сахар. Они как-то вместе, как горький шоколад. Только не шоколад, а цукат. Ну, они все получились три вида. Все разные. Тут больше мармелад. Тут мармелад с большим количеством сахара. А тут просто обычные цукаты немножечко поджаренные. Тоже с сахаром. И тоже очень вкусные. Ну, в принципе, и всё. Мы с вами сделали такие вот цукаты. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Какие делали вы цукаты, из каких корочек, может быть, не с корочек даже делали. Мы можем с вами попробовать сделать из другого. Пишите рецепты, я обязательно буду пробовать. И всем пока-пока. Субтитры субтитры